Здарова, это 5 элемент, меня зовут Денис, и вы знаете, что мобильные телефоны и гаджеты для них совсем скоро заменят беззеркальные камеры. Ну, это очень легко объясняется. Мы не так давно снимали ролик, который полностью снят на Galaxy Note 10+. Можете, кстати, посмотреть по подсказке. И вы знаете, качество вышло очень неплохое. Но вот чтобы получить, скажем так, голливудскую картинку, картинка должна быть максимально плавной и такой летящей. И для этого нужны такие устройства, как стабилизаторы. Мы на постоянке используем для подвижных сцен, для подвижных роликов DJI Ronin S. Это такой стабилизатор большой относительно, который позволяет сделать картинку плавной. Но вот есть такое семейство у DJI, как Osmo Mobile. И в этом ролике мы попытаемся вам ответить на вопрос, сможет ли более такая любительская техника заменить более профессиональную, скажем, как DJI Ronin S. Поэтому все ответы в этом ролике. Поехали! Кому нужен стабилизатор, спросите. Ну, конечно, первое назначение это для тех, кто снимает мобильные блоги достаточно часто. А еще вы просто себе представьте такую картину, когда вы долго снимаете себя на фронтальную камеру и вы хотите снять все-таки в таком ландшафтном режиме, то камеру держать достаточно неудобно. А на стабилизаторе это можно сделать. Плюс, еще такой отмечу небольшой плюсик, на горячую во время съемки вы можете включить Active Track и начинается с лежением за вашим лицом. Я сейчас не записываю, просто запись экрана делаю, но тем не менее на горячую это тоже во время съемки работает. И это действительно очень классно работает и очень удобно. У нас в комплекте есть чехол, кабель с USB Type-C и ремешок как страховка, если, например, вы захотите выпустить стедик из рук, ну, случайно, допустим. У нас, кстати, на обзоре обычная версия, но есть еще версия комбо, в которой в комплекте еще дополнительно идут штатив и кейс для стабилизатора. Мы сейчас, кстати, поставили наш стабилизатор на нашу такую треногу, которая идет в комплекте к Ronin S. И, конечно же, нужно упомянуть, что мне кажется, что стабилизатор стал еще компактнее, еще функциональнее, но с каждым поколением они, скажем, упрощают материалы сборки, но делают фишки более прикольные и фишек становится больше. Итак, корпус полностью пластиковый, если в первом поколении у нас были еще металлические элементы, то здесь все на ощупь у нас только пластик. И здесь есть еще ручка, которая прорезинена, чтобы стабилизатор не выскальзывал банально. Итак, что здесь у нас есть на панели управления? Это три кнопки, как и на предыдущих поколениях, но они достаточно многофункциональны. Итак, по долгому нажатию вот этой кнопки у нас сам девайс включится. По двойному тапу на данную кнопку мы можем перейти из вертикального режима в горизонтальный и обратно. К сожалению, на 360 градусов камера не ворочится, жаль. По тройному нажатию на данную кнопку устройство переходит в режим стендбай, то есть камера у вас будет в безопасности, но снимать будет нельзя. Чтобы вернуться из стендбай, нам нужно нажать дважды на курок. Так, курок это кнопка, которая расположена у нас сзади. По двойному нажатию у нас камера центрируется. По тройному нажатию селфи камера может переключиться на основную и наоборот, как у нас вот сейчас прям. Но, кстати, во время записи он, к сожалению, этого не делает. Давайте попробуем при вас. Вот запись у нас идет. Раз, два, три. Дождитесь завержения записи. Жаль, DJI, доработайте. Далее у нас идет кнопка, которая отвечает за начало записи видео, либо же фото. К примеру, нажимаем, запись пошла, еще раз нажимаем, запись закончилась. И, конечно же, у нас есть многофункциональный джойстик, который отвечает за управление самим стабилизатором. Вверх, вниз, справа, лево, как хотите. Также у нас сбоку имеется специальный ползунок, который отвечает за зум. Он, кстати, не оптический, он цифровой. У меня все-таки на айфоне можно сделать двойной оптический зум, но, к сожалению, второй сенсор не используется. Просто вперед-назад мы можем увеличить и уменьшить. Кстати, это работает только на основной камере. На фронталку сделать таким образом что-то нельзя. Но с основной камеры можно получить прикольный эффект хичкока, когда вы приближаетесь, камеру удаляете, и получается вот такой сломанный мозг ваш. Из разъемов у нас имеется следующая вещь. USB Type-C разъем, который отвечает за зарядку самого устройства. Кстати, оно заряжается за 2,5 часа, а хватает работы примерно на 15 часов. Я, честно вам скажу, за время пользования ни разу это устройство и не заряжал. И здесь под заглушкой имеется вот такой разъем. Я думаю, что вы уже догадались, зачем он здесь имеется. Это разъем для зарядки ваших устройств. Емкость батарейки на 2450 мАч, что немного, но до 50% ваш смартфон он зарядить вполне сможет в экстренной ситуации, что хорошо. И теперь, наконец-таки, перейдем к фишулям. Все управление данным девайсом осуществляется с помощью приложения DJI Mimo, оно называется. Давайте перейдем в интерфейс самого приложения и увидим, что здесь имеется. Из стандартного видео, конечно же, в котором мы можем с вами менять качество. Вот так можно даже на фронталочке 60 FPS поставить. Кстати, не помню, можно ли сделать это в обычном приложении iPhone. Итак, видео, режим фото, в котором можно ставить таймер, можно тоже менять качество, можно ставить бьютификацию. Кстати, да, специально решим режим ретуши. Здесь имеется авто. Ох, какой красавчик стал, не находите ли, да? И можно сразу что-то поуменьшать или вообще его выключить от греха подальше. Далее есть режим пано, панорама. Как есть классическая, так и не совсем классическая. Я вам сейчас постараюсь показать, что это такое. А классическая, это когда на 180 градусов она работает. К примеру, нажимаем. Он делает 4 вот таких кадра и лепит все в одно. Сейчас у нас, кстати, получается прикольная панорама, потому что человек прошел. Класс получилось. Но сразу человек расстроился просто. В прямом и переносном смысле. Итак, и в режиме панорамы есть специальный режим, который делает сразу же 9 фотографий. Давайте посмотрим, как это делается. Далее стандартная функция замедления. То есть ничего здесь нового вам не расскажу. И есть интересные вещи, при которых нужен обязательно штатив. Это таймлапс и гиперлапс. Я думаю, что примеры вы сейчас можете увидеть на экране, как у нас это получилось сделать. И еще добавлю. Пособности этого малыша реально почти сравнимы с большим братом. В расширенных настройках можно подогнать скорость вращения, наклона и так далее. Также можно настроить скорость зуммирования или включить спортивный режим для лучшей съемки во время бега, к примеру, или любой другой дико динамичной сцены. Вдруг любите бегать за своей собакой и ее снимать? Ну, к примеру. Но самое для меня интересное, это режим story, который намекает на одну социальную сеть. Но сразу же, кстати, скажу минус, что он работает почему-то только в ландшафтном режиме. То есть в режиме горизонтальном, хотя философия этой социальной сети, про которую мы рассказываем, она полностью вертикальна. Что такое режим story? У нас есть специальный набор пресетов, назовем это так, в котором можно немножко поснимать, и потом приложение умным образом склеит это в такой небольшой видеоклип, чтобы можно было залить свои соцсети. Кстати, выглядит прикольно, пользоваться можно. Есть режим создания своих шаблонов. И если я правильно понимаю, возможно, вы меня поправите в комментариях, то есть шаблоны, которые дополнительно скачиваются и делаются самими пользователями. Мне кажется, это очень круто. Ну и как по традиции, наши небольшие итоги. Минусы. Итак, я бы к минусам, конечно, бы отнес то, что на горячую, к сожалению, камеры не переключаются. То есть по тройному курку во время записи переключить на другую камеру и резко среагировать на какую-то очень интересную ситуацию, увы, нельзя. И еще есть небольшой минус для меня лично, опять же, может быть, для вас тоже. Когда вот я в таком режиме не совсем для этого устройства записываю видео, то есть с основной камерой и сам себя не вижу, и включаю трекинг по лицу, картинка немножко подергивается. Возможно, из-за того, что стабилизируется, приходится сразу по двум источникам. Возможно, в этом дело. DJ, опять же, доработайте. Ну и огромным бы плюсом, который вытекает из этого минуса, как это было бы не странно, я бы отметил бы ActiveTrack 3.0. Действительно, очень четко следит за лицом, даже когда вот я сейчас себя сам снимаю. Настоящая находка для одинокого видеоблогера-интроверта. Ну и еще для меня минусом стало то, что режим Story не работает в вертикальном режиме, для того, чтобы можно было в Instagram прям по красоте зарядить. Жалко, нельзя только в ландшафтном режиме работать. Ну и третьим минусом бы я, таким полуминусом отметил то, что при имении в моем смартфоне оптического зума, при увеличении картинки данный аппарат использует только цифровой зум. Увы, к сожалению, если DJI смогут доработать, будет вообще пушка. А к плюсам бы я отнес, что достаточно легкое, компактное устройство, функциональное, которое может делать картинку реально лучше. И по стабилизации кадра она отнюдь не уступает более профессиональным девайсам. Друзья, с вами был Денис, DJI Osmo Mobile 3. И, конечно же, 5 элементов, которые всегда на вашей стороне. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok